Традиционная спартакиада, посвященная памяти героя Советского Союза Василия Ермолаева, проводится уже 12-й год. На стадионе «Факел» прошли соревнования, которые ознаменовали открытие спартакиады 2018 года среди трудовых коллективов, предприятий и организаций. Участие в состязаниях приняли команды Центральной районной больницы, Ростелекома, заводы железобетонных изделий, воинской части, Сбербанка, акционерного общества, системный алюминий, группы Астек-Анте и РЖД. Для участников разработали виды программ плавания, пляжный волейбол и мини-футбол. Как проходили соревнования и по каким критериям оценивался заплыв, рассказал спортинструктор крымского городского поселения Сергей Агрич. Очень интересное было принято решение эстафетой. Участвовали 4 человека от каждой команды. Предварительные итоги по эстафете 4 по 25. Первое место заняла команда воинской части. Второе место команда железобетонных изделий, наши хозяева. И третье место команда Центральной районной больницы. Напомним, что ежегодная спартакиада среди трудящихся города проводится с целью популяризации здорового образа жизни, привлечения горожан к регулярным занятиям физической культуры и спортом, сплочения коллективов. С 2006 года спартакиады дают возможность выяснить, чей коллектив быстрее, сильнее и выносливее. У нас на заводе ежегодно проходят спартакиады по различным видам спорта, в том числе и плавание, волейбол, мини-футбол, где мы участвуем ежегодно, занимаем призовые места. И наш инструктор по спорту Дергачев Вячеслав Петрович организовывает их. Для всех спорт это жизнь, а для нас это еще здорово, так как мы медики, мы пропагандируем этот вид спорта и стараемся посещать все соревнования, все тренировочные базы и агитировать всех. Спорт это жизнь, а спартакиада отдельный мир братства, где побеждает дружба. Здоровый спортивный азарт захватил участников спартакиады с первых минут. Этому способствовала отличная погода и боевой настрой. У коллективов уже появились свои традиции. Об этом рассказал представитель завода железобетонных изделий Игорь Пожитков. Каждую субботу мы все собираемся, занимаемся спортом, выходим, выезжаем в турпоходы, отдыхаем чисто своим коллективом. Ну и соответственно между собой проводим соревнования, футбол, валетбол, плавание. По итогам всех видов состязаний было произведено награждение грамотами и медалями. Стоит отметить, что закончится спартакиада 8 сентября. Будут подведены итоги соревнований по стритболу и настольному теннису. Дорогие друзья, всем спасибо огромное за участие. Будьте здоровы, вы являетесь примером для ваших и для наших детей. Спартакиада 2018 года стартовала. Телерадиокомпания «Крымский экран» ждет от команд новых рекордов и открытий. Но самое главное, чтобы этот мир соревнований добавил всем здоровья и бодрости. Желаем успехов!